Здравствуйте, дорогие телезрители! Это программа «Факты в лицах». Меня зовут Вероника Самойлова. Сегодня моими собеседниками стали ученики 32-й школы. Это Валерия Ерохина и Анастасия Масликова. Здравствуйте, девочки! Не так давно вы вернулись из Москвы со Всероссийского фестиваля театра и песни «Поющий министрель» на французском языке. Накануне мы побывали у вас в школе и пообщались со всеми участниками вашей команды. Предлагаю сначала посмотреть сюжет, а уже потом продолжить диалог. Вашему вниманию театрализованное исполнение песни на французском языке от музыкальной группы «Пять плюс». Юные вокалисты не волнуются, потому что знают – они лучше всех. И это факт. Накануне ученики 32-й школы вернулись из Москвы с Всероссийского фестиваля театра и песни «Поющий министрель». Вместе с ними приехала золотая нота – высшая награда конкурса. У нас было сценическое выступление. Там было и танцы, и песни, и актерское мастерство мы представляли. Заняли мы золото с отличием. Тренировались очень долго, целый год. Было очень большое количество репетиций. Мы много времени вложили и труда. Восемь учеников и восемь музыкальных инструментов – гобой, укулеле, скрипка, флейта, синтезатор, маракасы, шейкер и треугольник. Многим эти перечисления незнакомы. А вот талантливые мальчишки и девчонки не только знают историю создания этих инструментов, но и умеют на них играть. Я выступала с инструментом синтезатор, шейкер. Поскольку я училась в музыкальной школе шесть лет, я знала музыкальную грамоту и довольно несложно было разучить партии на фортепиано. Мы записали фонограмму, как я играю на синтезаторе, чтобы было проще ориентироваться на сцене. Помогали готовиться к фестивалю опытные педагоги и руководство школы. У нас изначально была такая задумка, что мы театрализованное представление сделали в формате концерт, посвященный Дню защиты детей. Наши ребята очень внимательны и ответственны были и по отношению к тому, что говорят им руководители, и по общему настрою, по желанию ехать, по желанию выступить и победить. И на самом деле в конкурсе участвовало более 30 коллективов, причем абсолютно разновозрастных коллективов. Наш был, наверное, один из самых маленьких. Все члены жюри, в составе которого были носители языка, это люди, которые специально приехали из Франции для того, чтобы участвовать в этом фестивале, актеры московских театров, вокалисты, все единодушно оценили на максимальный балл выступления нашего коллектива. Кроме золотой ноты, призеры получили грамоты, футболки, символика фестиваля, а также положительный заряд энергии для того, чтобы покорить новые музыкальные вершины. Расскажите, что это за фестиваль? Ну, это всероссийский конкурс, где мы представляли театральное мастерство, песни, также у нас были танцы, хотя это не подразумевается в этом конкурсе. Нашими соперниками являлись разновозрастные категории, то есть мы не делились на какие-то особые рамки, мы все были в одной категории и нас судили одинаково. Ну, не сложно ли вам было выступать, зная, что такая конкуренция неравнозначная, так скажем? Я думаю, что было волнительно. Ну, было, безусловно, волнительно, но мы рассчитывали свои силы и чувствовали конкурентоспособных группы также. Но, тем не менее, жюри конкурса единодушно решила, что ваш номер самый лучший, вам за это дали даже вот золотую ноту. Расскажите о своем выступлении, что это были за песни, театральная постановка? Ну, у нас, получается, был спектакль, посвященный Дню защиты детей. Также, как Лера говорила, в него входили танцы, песни, керстское мастерство. У нас была определенная задумка, чтобы подтолкнуть людей на то, что нужно любить и защищать детей и одновременно животных. Ведь для каждого ребенка в детстве, и неважно, это будет ребенок в возрасте 5 лет, ребенок в возрасте 16 лет, все равно ему нравятся животные. И это мы выражаем определенную любовь. В образе каких животных вы были? И что, как вы выглядели? Что за костюмы у вас были надеты? Мы, в принципе, как бы олицетворяли животных. Ну, у нас, у девочек, которые были постарше, костюмы жирафа, панды и хомячка. А у ребят, которые помладше, был костюм, футболка, и на нем был нарисован такой принт слонов разных цветов. Одна песня была про льва, который вечером уснул, а вторая песня была про слонов, такая, грубо говоря, детская считалочка. О чем были эти песни? Вот песня про слонов, это была детская считалочка. Там один слоник качался на паутинке, второй слоник пришел, они качались на паутинке. А вторая песня была про льва, как в джунглях лев уснул, и, грубо говоря, джунгли просыпаются, там начинает кипеть жизнь. Вот. А расскажите, как вы готовились, как долго, как проходили репетиции? Подготовка у нас шла около года. То есть мы знали, что мы поедем на данный фестиваль, собирали все свои силы в руки и готовились, совмещали все это вместе с учебой, вместе с дополнительными какими-то своими еще занятиями, хобби, кружками. И вот. Ну, девятый класс, ты же девятым учишься, да? Это еще и УГЭ экзамены. Как это все совмещать было сложно? Было сложно очень, конечно, совмещать и подготовку к экзаменам, и успевать еще ходить на репетиции по поющему министрелю, но мы справились. Мы сейчас готовимся к экзаменам, и вот. Ну, кроме песни и театральной постановки, у вас еще были музыкальные инструменты, то есть у вас восемь ребят, да, в команде, и восемь разных инструментов. Что это были за инструменты, и как вы учились на них играть, умели ли раньше, или это? У нас некоторые ребята играли даже на двух инструментах, ну, в разных песнях. Это были инструменты гобой, флейта, скрипка, фортепиано, маракасы, шейкер и треугольник. И учились ребята на них играть или уже умели? У нас ребята уже умели, ходили в музыкальную школу, но также вот на шумовых, ударных, ну, пробовали попадать в ритм, в такт, уже на месте, грубо говоря, вот, учились. Угу. Вернемся к фестивалю. 30 коллективов из разных городов страны вашими конкурентами стали, да? А кто еще был? Может быть, есть ребята, которые были из наших городов, из соседних, кого знаете, кого видели? Из Тагила было представлено две команды, это наша школа и 30-я. Они также успешно выступили, взяли золото. Разные города были представлены, как Сочи, Санкт-Петербург, Фрязино и так далее. Угу. Оценили вас также и носители языка французы, да? То есть они приехали к нам из Франции для того, чтобы именно посидеть в жюри, оценить нашу талантливую молодежь? Да. Эти представители жюри уже не первый раз на этом фестивале, то есть состав жюри не меняется. Первый представитель это Кристиан Вдовенко, это певица. Потом был Данила Соколов, он также певец, актер и танцор. Ну, я также знаю, что первых мест было несколько, то есть еще у ребят были коллективы, которые получили золотую ноту. Кто это, что это были за коллективы, откуда они, если знаете, и почему именно ваш отличается? Знаю, что ваш отличается чем-то от остальных. Первый коллектив это был Фрязина, второй коллектив был из города Подольск, гимназия подольских курсантов. И чем отличаются ваши ноты от их ноты? Ну, это золотая нота с отличием, ну, как у французов, это заведена золотая нота с отличием, это гран-при. Я думаю, нам дали такую высокую оценку, поскольку и артистизм у нас был, инструменты, танцы, это очень сложно все совмещать. И думаю, у немногих коллективов это все было в одном номере. А что было у других коллективов, что они представили? Ну, там были театрализованные песни, то есть это могла быть песня, сопровождающаяся каким-то видеорядом, или, возможно, танцем. Это было в категории песни. А еще была категория театр, в которой как раз-таки и участвовала 30-я школа. Ну, я думаю, тут объяснять не нужно, это театр, театр на французском языке. То есть вам на золотая нота с отличием досталось то, что вы все вместе, и театр, и песни, и музыкальные инструменты совместили? Ну, поразили членов жюри. Хорошо. А насколько вот эта награда, она престижна для школы, для ее учеников, для вас, для участников? Ну, эта награда очень значима для нашей школы. Мы в очередной раз доказали свой престиж, свой статус. Хотя мы ездим на этот конкурс не первый раз. Что для вас значит эта награда? То есть она открывает какие-нибудь вам пути, дороги, дальше, будущее? В первую очередь преодоление, наверное, самого себя. Да, страхов каких-то своих. Одним из наград является поездка в Париж. И мы очень надеемся, что мы пойдем туда и побываем в этой сказке. То есть вы поедете сразу всей командой? Возможно. Это еще так не обсуждалось, еще все решается. Ну вот мы сами даже не знаем, не можем предположить, как все будет. Ну, это очень здорово. Я думаю, что побывать в Париже, особенно если ты знаешь этот язык, то это вообще круто просто. Хорошо. Ну, я знаю, что это очень престижный конкурс. И награда, тем более с отличием, золотая нота, это вообще высший пилотаж. Какие дальше вершины будете покорять? Что в планах на будущее? Давайте, рассказывайте все секреты. Ну, я думаю, это не единственный конкурс, в котором мы поучаствовали. Мы дальше будем как-то развиваться в дальнейшие отрасли. Может, если есть подобные конкурсы, и на других языках поучаствовать. Ну, и дальше продолжать участвовать в этом конкурсе «Поющий министрель». И удерживать свой статус. На других языках-то на каких еще? Мы в школе изучаем французский, немецкий и английский из иностранных языков. Вот, может быть, еще когда-нибудь будут подобные фестивали и на других языках, таких как немецкий или английский. Замечательно. Мы будем ждать, когда вы туда поедете, привезете тоже золото. Это была программа «Факты в лицах». До свидания.